культ поход да да вы не ошиблись это культ поход сегодня как-никак первый день весны с чем у вас и поздравляем во первых всех поздравляем всех кто нас слушает всех у нас сегодня в студии вообще всех-всех всех вы даже тех кто нас не слышит почему пережили эту зиму да мы эту зиму пережили поэтому решили что весну начать чего-то радостного хорошего тем более поводов для этой радости у нас всегда в нашем городе много и потому в эфире программа культ поход она будет длиться два часа как всегда готовьтесь мы будем задавать вам вопросы вы будете давать нам ответы получать прекрасные призы но это будет чуть попозже да это будет после 30 минуты сейчас мы представляем наших гостей ну во первых это андрей борисович скальный директор вятской филармонии здравствуйте добрый день и наши и наши гости наши соседи из республики коми галина петрова солистка государственного театра опера и балета республики коми лауреат и дипломант международных конкурсов лауреат республиканского театрального конкурса имени степана ярмольна здравствуйте добрый день именно и алексей петров солист государственного театр опера и балета республики комиiyor ряд международных конкурсов лауреат республиканского театрального конкурса имени степана ермольна здравствуйте у вас наверное и регалии вот эти вот можно было объединить. То есть солист и солистка Республиканского Театра Республики Коми. Галина и Алексей Петровы. Галина и Алексей Петровы, да. Ну и, собственно говоря, повод, по которому мы вот здесь с такой приятной компанией встретились, это сегодня у нас, вообще не сегодня у нас, а очень скоро у нас 3 марта. О чем мы уже с вами как-то говорили здесь в этой студии, открывается 13-й, 13-й, вот никуда не детство. Да, счастливое число. Международный музыкальный фестиваль «Вятская весна» и наши гости из Коми, как сказать, будут его открывать, участвовать в большом галоконцерте, который пройдет в Вятской филармонии. Вот, что нас ждет? Да, вот об этом будем говорить. Ну мы, наверное, два слова я скажу в целом о фестивале. Мы, вы правы, абсолютно, мы начинаем 3 марта и фестиваль продлится 2 месяца, заключительный концерт 23 апреля у нас пройдет. В рамках фестиваля мы подготовили для нашего любимого слушателя-зрителя 12 концертных программ разного совершенно жанра, разной красивой, я надеюсь, музыки и джаз, и классика, и народная. И все три зала, и все наши коллективы будут достаточно активно в этом участвовать. Поэтому я, пользуясь случаем, с удовольствием приглашаю наших зрителей на концерты фестиваля. Есть афиша, есть анонсы, есть на сайте организации все наши программы. То есть на сайт Вятской филармонии просто заходите и там все выложено. Да, и, собственно говоря, перед нашим учреждением есть большая такая сводная афиша, вы можете посмотреть, выбрать, и я еще раз повторюсь, на разный вкус, разные жанры, так что милости просим. А если мы будем говорить сегодня, вот начнем этот разговор о открытии, то есть о 3 марте, то, наверное, маленький кусочек истории 9 февраля наш Вятский симфонический оркестр имени Валерия Александровича Раевского был в гостях в Коме Республики. И на площадке, замечательной площадке Республиканского театра оперы и балета мы сыграли на Моцарта Чайковского «Глинку». С большим успехом прошел этот концерт, мы получили колоссальное удовольствие. Очень надеемся, что и слушатель города Сыктывкара получил удовольствие от нашего приезда. И вот третье число, это, наверное, некий ответный визит наших друзей. Друзей. Я на самом деле хочу сказать, что мы начинаем такой, ну, на мой взгляд, хотелось бы, чтобы эта дружба была длинная и плодотворная. Это концерт ответный, ведущие солисты Республиканского театра оперы и балета едут к нам, приехали, собственно говоря, к нам в гости. И более того, как мы на недавней пресс-конференции с Константином Александровичем Мусликом говорили, он впервые не будет выходить к симфоническому оркестру, открывать и дирижировать «Вятскую весну». Продирижирует и откроет нашу «Вятскую весну» наш гость, наш друг, Азад Максутов, главный дирижер Республиканского театра оперы и балета. То есть делегация из соседней республики к нам большая приехала? Большая, да. Большая, достаточно большая, но я думаю, что это первый шаг. То, что будет в перспективе, я надеюсь, что это будут спектакли. Мы очень бы хотели, чтобы это были и балетные спектакли, и оперные, и оперетты, но об этом мы с Дмитрием Николаевичем, директором театра, договорились. Поэтому будем двигаться в этом направлении. Это первый раз, я так понимаю, да, вот такое взаимное такое течение, да, то есть вы в республику, а из республики коми к нам. Ну, нет, на самом деле, с гастролями бывали раньше. но вот настолько серьезно и настолько там по-взрослому, это, наверное, впервые. Мы знаем исполнителей коми, Ольга Сосновская, солистка была у нас неоднократно, Андрей Александрович Сандалов играл в Сыктывкаре, тоже неоднократно. Дружба, она в развитии, поэтому мы немножко шагаем дальше и меняем форматы нашего сотрудничества, ну, вы увидите, как это будет получаться. Ну что, переключимся к нашим гостям. Алексей, Галина, вы уже как в Кирове? Сколько дней? Мы приехали вчера вечером. Вчера? Да. Уже познакомились с залом, с оркестром? Нет. Еще не успели. Еще не успели. Просто вечером ребята приехали. А, вы вечером приехали? Да, вечером. Я уж так думал, вчера день был. Да, сегодня после эфира у нас будет первая репетиция с оркестром, очень волнительно, волнительный день сегодня. А вы у нас впервые? На сцене впервые. На сцене впервые, а так в гостях были. А я вообще уроженка Кировской области. А, вы откуда? Я из села Апарина. А, это север. Это север, да, Апаринский район. Вот это вроде не село, поселок городского типа он у нас числится, да, райцентр. Да, райцентр, да. Ну, хотя, конечно, если победить, то село селом, да. На малую родину, можно сказать. Ну, вот, можно сказать, вернулись на родину. Так что, Алексей? А я родом из Чувашии и проездом часто бывал. Ой, как это вас с юга на север-то занесло? Жена. Жена. А, понятно. Вот. Что привезли? В первом отделении зритель Кировский услышит хиты оперного искусства. Вот, слушай, я уже не могу. Уже хиты оперного искусства, да? Дожили. Раньше называли вершины там творчества. Сейчас же хиты. Такое ощущение, что где-то чарты уже публикуют. А во втором отделении прозвучат отрывки из оперет европейских. То есть, как бы первое будет более серьезным таким, да, все-таки? Да, серьезная музыка. А второе отделение более легкое. Ну, у нас будет возможность послушать, насколько я понимаю, да, сегодня мы наших гостей попросим что-нибудь исполнить чуть-чуть попозже. Ну, давай, не прямо попозже. Не прямо сейчас. И главное, я хочу, Аня, сразу сказать, перед тем, как гости запоют, давай будем давать нашим звукооператорам секунд 30, чтобы они подготовились, потому что у нас иногда всякое бывает в эфире. Да, ну и раз уж мы немножечко отвлеклись, я все-таки специально для Роскомнадзора скажу, что возрастное ограничение мероприятия, которое будет 3 марта, концерты этого большого, это 6+. Роскомнадзор такая организация великая. Которая гдит. Да, сейчас даже очень многие сайты делают афиши, там Роскомнадзор приглашает на концерты, на мероприятия, чтобы указать обязательно вот это возрастное ограничение. Вы конкретно что будете, Галина? Чем радовать нас? Ну, мой голос по тембру меца-сопрано. У нас написано меца-сопрано. Я спою отрывок из Кармен. Это моя партия оперная. Что еще, Леша? А у вас идет Кармен вообще в Скитт-Каре? Да, идет постоянно. У нас сейчас новая постановка Ильи Семеновича Можайского. Мы ее даже вывозили на гастроли в Великобританию. Вау! Года три назад, да. Полтора месяца Андрей Борисович, они в Великобританию ездят. Я знаю. А почему не к нам? А почему мы туда не ездим? Мы поедем. Ах, извините, перебил. Так, что у нас еще в первом отделении? Арию Далилу я спою. Замечательная французская музыка. Это, которая Самсон и Далилу. Да, из оперы Самсон и Далин Сен-Санса. Вот. Из Регалета будет небольшой отрывок, квартет. Ну, а остальное будет небольшим сюрпризом. А, то еще сюрпризом, да. Алексей? А я буду исполнять. Я хотел, конечно... Так, Алексей, раз уж представили так Галину, что она мецисопрано, Алексей Баритон, да. Ну, это, по-моему, слышно. Я хотел исполнить очень большие и тяжелые арии, но мы решили сделать попроще. Потому что все-таки весна? Потому что концерт до утра не может продолжаться. Да, я буду исполнять арию куплеты из Камильи из той же оперы Кармен. Потом во втором отделении будут опереты известные, о которых лучше зритель сам узнает. И, а также ансамбли, дуэты... Да. Вот так. Ну, то есть ждет нас много интересного, я понял так, потому что в разделе сюрпризы вот они как бы говорят, что сюрпризы будет много. Очень много всего анонсировано в разделе сюрпризы. Вместе с нами приехали Анастасия Марараш, это колоратурная сопрано, и Борис Калашников, лирический тенор. А, так что у вас полный квартет по голосам-то, да? Вот. И причем все эти солисты, все четыре человека, обладатели премии театральной премии «Онегин». Мы в прошлом году подавали на премию «Онегин» наш спектакль «Сказки Гоффмана» Жаку Оффенбаха в Санкт-Петербурге. И по номинации «Состав» мы как бы прошли... Вот этим квартетом как раз, да? Да, но там солистов было чуть больше в самой опере. Но это награда, считаю, очень даже заслуженный, во-первых, и очень высокий, как вот в кино «Оскар». То же самое, что... Даже на ту же букву насчитается. Да, да, да. И статуэтка, наверное, да? Да, и статуэтка. И Евгения Онегина, да? И Евгения Онегина. Для вашего театра это первая такая премия? Да. Первая такая премия? Такого уровня? Ну, слушай, много «Оскаров» вообще не бывает. То есть обычно один, там максимум два за жизнь. Ну, и может быть, еще будет, что вы, Николай? Я же не говорю, что не будет. Я просто говорю, что как бы это уже очень хорошо. Ну, хорошо. Мы сейчас делаем небольшой перерыв. Вернемся к нашим гостям через полминуты. Культ поход. Ну, что ж, продолжаем нашу такую увлекательную беседу, как выяснилось, да? Напомню, что в гостях у нас сегодня Андрей Скальный, директор Вятской филармонии, и два солиста Государственного театра оперы и балета Республики Коми, Алексей и Галина Петровой. Вот я все объединил. Слушайте, все гораздо короче получилось. Отлично. Оба лауреаты множества международных республиканских конкурсов. Мы как раз вот говорили немножко о том репертуаре, с которым они у нас будут выступать 3 марта на концерте открытия 13-го международного музыкального фестиваля Вятская весна. В Сыктывкаре какого-то такого рода фестиваль у вас есть? Есть. Вот что-то такое, знаете, вот пришла весна, и тем более у вас ведь там все-таки это вот пожестче климат-то, да? Ну да, у нас, конечно, попрохладнее будет. Мне кажется, у вас весна начинается где-то, наверное, недели на 2, на 3 попозже, Ну, как бы не на месяц, я думаю. Почти не на месяц. Такая фактическая весна. Все-таки 400 километров на север. Ну, Сыктывкар-то, мне кажется, в этом смысле еще попроще. Вот я вижу периодические фотографии там из Печоры, из Воркуты, где-нибудь в мае. Вот. Там еще холоднее в Воркуте. У нас насчет этого фестиваля у вас Вятская весна называется, а у нас Сыктывкарская весна. Сыктывкар Сатулас проходит оперный фестиваль в апреле месяце. Он именно такой, с национальным таким коми-акцентом будет сказано. Нет, называется Сыктывкар Сатулас, ну, как бы, да, у нас же национальная республика. В переводе Сыктывкарская весна. На этот фестиваль мы также приглашаем гостей из разных стран даже бывает, из разных городов, из столицы Москва, Санкт-Петербург, вот, где солисты Мариинского театра, допустим, участвуют в наших постановках. А в конце проходит концерт, заключительный, да, галоконцерт, где выступают все солисты, балета, оперы. Все самое лучшее на галоконцерт. Мы поедем, Андрей Борисович, в этом году? Ну, пока не приглашали. Ага. Уже пригласили. Нет, если честно, то я вот только сейчас узнал о, ну, пусть подобном, да, скажем, фестивале, который проходит в Коми-Республике. Ну, мне кажется, чем севернее, тем естественнее весну встречать, потому что, ну, господи, боже мой, даже мы вроде бы так в средней полосе России вроде бы живем, да, но как-то вот сегодня прямо день такой, что с плечи что-то уже свалилось, да, сразу надежда возникает. Вот еще вопрос такой, все-таки вы сказали, вот театр все-таки государственная, республика национальная, национальный спектакль в репертуаре театра. У нас есть опера на Коми-языке Иван Куратов. Ну, это как бы такой человек-то для Коми. Это поэт. Коми-поэт, о его жизни, о его драматической жизни, у него очень жизнь закончилась печально, о его любви, о его друзьях, как бы там настоящие персонажи, жизненные. Вот, написал эту оперу Носков, композитор наш, Коми, он сейчас живет в Англии, в Лондоне, мы с ним там встречались. Что-то как-то у вас, очень как-то крепкие у вас связи с Англией. Я никак не могу понять, почему, как будто Сыктывкар, он что, ближе к Лондону, чем-то, но не могу понять. Сейчас за карту вспоминаю, да. Наши оперные трупы, по-моему, пять раз туда ездили. Да, вот я лично пять раз ездила. А вы в этом спектакле про Ивана Куратова участвуете? Да, я являюсь подругой Ивана Куратова, Марией, соседкой, как бы детства, подругой детства. Вот. Это единственный спектакль на Коми-языке. Есть балеты еще. Есть балеты. Есть еще балет на Коми-языке, понимаешь? Балет «Ягморт», вот «Лесной человек». Балет «Подари мне детство». А вот «Ягморт» это что-то связано вот с мифологией Коми-намерной? Да, это вроде Лешего, по-моему, да? Да, который увел самую красивую девушку из деревни, и потом любимые ее там ее спасают. Вот. Такой сюжет. У вас спектакли вот эти национальные не пользуются спросом зрителей? Я так понимаю, что в республике Коми в школах учат ведь национальный язык. Да, учат. Учат национальный язык. С первого класса. Наш ребенок в третьем классе. Очень сложный язык Коми. 16 падежей. Ну, это финно-угорский язык, там все сложно достаточно. Венгерском, по-моему, 21 падеж вообще. Какой класс. Ну, это сам считается зубодробильный язык из всех Коми. Из всех финно-угорских, да. Сложный очень язык, тем более мы не владеем языком, вместе делаем даже машние задания очень сложно. Ну, заодно изучаете, заодно изучаете, да. Если будет у нас опять восстановление этого спектакля, Иван Куратов, если мне какая-нибудь роль достанется, я думаю, у меня будут большие проблемы. А у вас будет консультировать, наверное, кто-нибудь. Конечно, приглашают в театр педагога по конь-языку, по-итальянскому, когда итальянская опера. Ну, с другой стороны, на самом деле, вот вы поете по-итальянски, по-французски, если опера идет, так что в конце концов... Ну, нам повезло в плане того, что уроженка города Сыктывкар, Мария Ляшева, она вышла замуж и давно уже живет в Италии. То есть у вас консультант итальянский есть всегда, да? Да, в совершенстве владеет итальянским, она великолепный концертмейстер, пианистка. И итальянский, французский, вот она нам и всем помогает. Наш коуч. А это по скайпу как-то происходит? Она приезжает на некоторое время в Сыктывкар к родителям в гости и устраивается на работу в наш театр на некоторое время. И мы с нетерпением всегда ждем, когда она приезжает, потому что она владеет французским, итальянским. Причем, да то же самое опера «Кармен», если взять, на французском исполняется. Сколько раз я эту партию пел из Камильи, с каждым разом все как будто бы заново. Почему? То есть французский язык все более и более усовершенствуется. Каждый раз что-то новое находится, и опять приходится все это запоминать. То есть исполнение становится все более и более французским. Ну это нормально. Да, конечно. То есть как бы это не все снова заново, как вы сказали, а наоборот просто... Все глубже и глубже. Все более по французски. Погружение в язык и культуру. Нет, но вы на сцене театра все-таки по-русски, наверное, поете-то ее. Нет, на французском. Мне кажется, там уже вот люди, которые любят оперу, они текст знают наизусть. Мне кажется, не надо даже перевод показывать. Ну что касается именно Кармена, это уже известная, очень известная опера, там и перевода не нужно. На самом деле, я думаю, что практически все арии на слуху. Это опера занимает первое место по популярности в мире. Ну она яркая очень, на самом деле, опера, и очень мелодичная, запоминающаяся у любви, как у пташки крылья. Это вообще, по-моему, знают все, да? А опера Афенбаха «Сказки Гофмана» тоже идет на французском. Ну там, наверное, субтитры уже нужны какие-то. Там уже нужны. И очень часто не особо приятно, честно говоря, видеть лица зрителей, которые смотрят вверх. А не на сцену. Да, они постоянно то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. И хочется и действие увидеть, и понять, о чем поют. А может, как-то все-таки придумать, чтобы вот на удобном... Ну, мне кажется, лучше зрителю подготовиться. Или просто как минимум либранта выдавать на руки, чтобы они знали, что происходит. Не обязательно весь текст. Интересно, кстати, вот опера, мне все-таки кажется, такое искусство, куда ты хочешь отдохнуть. То есть тебе не важно, что вот это что-то новое, что ты еще не видел и не слышал. У тебя просто в какой-то момент возникает желание пойти послушать, и ты идешь. Вот процент зрителей, которые не первые, любители должны быть. Я хочу сказать, что наш театр не только оперу показывает, мы показываем оперету, мюзикл, детские сказки, балет, да, Алеш? Концерты у нас. Постоянно какие-то салоны романсов идут на сцене. Поэтому у нас для всех слоев населения. На любой вкус, можно сказать. С другой стороны, ладно, для того, чтобы как бы у человека возник вот такой репертуар, который он любит пересматривать, надо сначала его как-то увидеть, то есть сначала надо пойти на что-то неизвестное. что мне что-то нравится, да. Поэтому у нас такой специфический театр. Мы сегодня можем с утра играть какую-нибудь лисичку в сказке, а вечером ты выходишь Ольгой в Онегине, например. Поэтому... А вы выходите Ольгой в Онегине? Да, конечно. Я почему-то не знаю. Вот я сколько видел Онегинах, почему-то Ольга всегда блондинка. Я не знаю. Ну, у меня раньше одевали белый парик. Одевали, да? А у Пушкина там это указано? Я не помню, как у Пушкина, но я помню, сколько постановок я видел. Всегда Татьяна, она брюнетка темненькая, Ольга всегда блондинка. И как-то она такая, более такая... Они же сёстры, они должны быть похожи. Не обязательно? Нет, они не похожи. Они не похожи. Никогда я не видел, что похожи. Единственное, что, конечно, вот я сейчас на Галину посмотрел, я бы, конечно, с удовольствием посмотрел у вас Евгения Онегина, потом с последнего, который я видел там, и Ольга, и Татьяна были в возрасте. Да. Да, они уже были... У нас труппа очень молодёжная. За эти годы, вот я работаю уже девятый сезон в нашем театре, очень омолодилась труппа. Много молодых, талантливых, перспективных. Откуда приходят? Откуда вы их берёте? Приезжают или приходят? У вас где-то своё училище музыкальное готовят вокалистов? У нас, к сожалению, только училище искусств, высшего учебного заведения нет. Но так как я всю свою жизнь прожила в республике Коми, я, конечно, хотела вернуться туда, потому что я очень люблю моё училище. А вы что закончили? А учились вы где? Я училась в городе Уфа, республика Башкортостан. Моя мама оттуда. Вот, а папа кировский. Башкирская кровь течёт? Нет, не башкирская, чувашская, кстати. Башкирская чувашка. Просто у меня сын башкир. Да? Поэтому так это интересно было. На половину? Ну, да, конечно, на половину я не похож. Ясно, что на половину. На лучшую половину причём. Так, о чём мы говорим? Мы говорили о том, что вы из солнечной Уфы вернулись. Да, я вернулась. Я все 7 лет, которые там училась, я очень хотела вернуться обратно. Не нравилось? Нет, мне нравилось. Но родные стены греются всё-таки. У нас всегда была хорошая труппа в театре. Всеголосистые. Ну вот где обучаются ребята ваши? Откуда приходят? Откуда приезжают? Из разных городов. Я вот, например, работу искал и разослал разуме по многим театрам. Получается, что Азат Барыевич Максотов позвонил первым. Наш главный дирижёр. Да, наш главный дирижёр. Он самым первым позвонил. Договорились. Я на следующий же день выехал. И в основном все так, наши солисты. И уже будучи в дороге, я уже Кировскую область проезжаю. Меня ещё из двух театров звонили. Прямо в дороге. Приезжайте к нам, приезжайте к нам. Но не свернулись. Мне, кстати, понравилось на сайте Коми-театра. Там у них есть специальная рубрика «Резюмы». Да, то есть можешь послать, если ты... А, то есть есть такая кнопочка, да? Да-да-да. У нас я не видел ни на каких сайтах культурных учреждений, чтобы прямо отдельно было выделено резюме, куда вот именно нажал, и можно туда представить. Но в театрах обычно это есть. Я не видел у нас просто. Почему удивился, почему запомнил. Именно на вашем театре это есть. Таланты нам всегда нужны. И голоса хорошие, и артисты все нужны. Потому что у нас трупа относительно маленькая. И поэтому очень часто бывает, что на одной роли один человек. То есть без замены? Без замены. Бывает такое. Ну вот я Кармен одна в театре пока. То есть что случится, и Кармен не будет. Да-да-да. То есть просто замена идет. Вернетесь обратно в Уфу, и Коми останется без Кармен, да? Придется в срочном порядке искать замену. Ну это не всегда хороший выход давить. Да. Вот бывает такое, что нагрузка слишком большая бывает. Но, слава богу, молодые, здоровые, держимся. Мне вот интересно, как вы перестраиваетесь, если утром лисичка, а вечером Ольга. Ну это опыт. Приходит с опытом. Вы как-то особенно настраиваетесь? То есть вы побыли лисичкой, а потом что вы делаете? Отдыхаю. Ну что, это понятно. От лисички. Потом Галина ложится спать лисичкой, просыпается Ольга. Все нормально, все хорошо. Анна, нам нужно сделать перерывчик на рекламу. Хорошо. Две минуты, и мы вернемся. Две минуты, и мы вернемся. Культ поход. Параграмма Культ поход продолжается в нашей студии. Андрей Скальный, Галина и Алексей Петровы. Андрей Скальный, директор Вятской филармонии. А Галина и Алексей, наши гости из Республики Коми, солисты Государственного театра оперы и балета Республики Коми. Мы говорим о большом концерте 3 марта, открытие 13-го международного музыкального фестиваля «Вятская весна» на сцене Вятской филармонии. Ведущие солисты Государственного театра оперы и балета Республики Коми, двое из которых как раз в нашей студии. Ну что, Анна, я думаю, нам пора, так как у нас все-таки культ поход, напомнить о том, что телефон нашей студии 201-101, что мы сейчас даем им уникальную возможность получить билет на этот прекрасный концерт, где не только солист, а еще и дирижер впервые в истории наших фестивалей, да? Да, он совершенно верно. Дирижировать концертом открытие фестиваля будет наш гость из Республики Коми Азат Максутов. Но мы не можем не разыграть билет на этот концерт, конечно. Мы-то не можем не разыграть, но я просто говорю, какой прекрасный шанс и нас слушателей. Ну что, попросим сначала задать гостей вопрос. Да? Значит, осчастливим кого-либо, а потом мы еще, я думаю, послушаем, как наши гости поют. А то говорят, там, я мецесопран, я мецесопран. Где мецесопран? Ну что, кто самый смелый задаст вопрос? Андрей Борисович? Нет, я думаю, Андрей Борисович уже неоднократно задавал вопрос, поэтому я с удовольствием представляю эту возможность нашим гостям. Галина Алексеевна. Я бы хотел задать вопрос, связанный с историей города Сыктывкара. Потому что, когда я приехал в Сыктывкар работать, для меня это было открытием, можно сказать. Оказывается, Сыктывкар раньше назывался по-другому. А вот как, я бы хотел спросить у наших слушателей. Я не буду подсказывать, я знаю. Как назывался Сыктывкар раньше? Я знаю, да. А у Сыктывкара только одно было прежнее название? Да, прежнее название. Ну, зачем же так-то? А там их две! А там их две! Ну, у нас две попытки, которые мы даем. Сейчас нам угадают сразу же. Пусть угадывают. Мы разве против того, чтобы люди получили билет на прекрасный концерт? Как раньше назывался город Сыктывкар. Пожалуйста, мы ждем ваших звонков, но пока продолжаем беседовать с нашими гостями. Конечно, продолжаем беседовать. Я думаю, что, может быть, уже и перейдем к пене. У нас не так много времени осталось. А давайте, а давайте, чтобы... А, погоди, погоди, все, уже хотят сказать. Уже есть звонок. Давай, не будем томить, да? Добрый день. Алло. Да, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Скажите, можно говорить, да? Да, можно говорить. Я попытаюсь ответить, это вычегда. Ох. Прибас, я не слышу тут. Ответ неправильный. Ответ неверный. Нет, ну, одна из речек действительно вычегда. Одна из речек так и называется, да? Но город назывался по-другому. Город назывался по-другому, в честь другой реки. Алло. Алло. Ваш ответ был признан неправильным, но у вас есть второй шанс. Так, так, там две речки. Речки, я забыл, как ехать в Затон. Еще одна речка есть. То есть видно, что человек много раз там бывал. Как ехать, знаю. Да, это как-то назывался. Секунду, вычегда. И не двина. Нет, все, извините. Да, ничего, это вы нас извините. Но я думаю, что следующий позвонивший все-таки, так сказать, будет близок к выигрышу. Хороший вопрос. Хороший вопрос. И мы ехали, когда на эфир в машине, мы, конечно, массу вариантов перебрали вопросов, и связанных с оперой, и с голосами. Музыкальная история. Но решили вот пока вот на этом остановиться. Есть у нас еще один звонок. Добрый день. Алло. Алло, добрый день. Как вас зовут? Алло. Алло, мы слышим вас прекрасно. А вы нас? Алло. Ага, понятно. Нас, похоже, слушатели не слышат. Давайте так. Если вы нас слышите сейчас в радиоприемнике, скажите, пожалуйста, ответ на вопрос. Ну и дальше мы вам скажем, правильно это или нет. Нет, он говорит только, Алло, он не слышит нас в радиоприемнике. Все понятно. К сожалению, да. К сожалению, что-то не сработало. Такое ощущение, что-то тяжелое падает. Тяжелое вопрос попался. Как старые добрые времена. Ну что мы, давай тогда перейдем все-таки. А там кто-то послушает по телефону. Ну что, кто первый рискнет? Опять? Опять есть уже. Ну хорошо, давайте последнюю попытку. Добрый день. Алло. Алло. Добрый день. Ну, вы нас слышите? На реке Сысоле. Ну, а как же он назывался-то? Википедия. Википедия, да. Сысола. Река Сысола, да. А как назывался город-то на реке Сысоле? Там ведь если вы Википедию открыли, это есть. Да, да. Так посмотрите. Вопрос не понял. Как назывался город на реке Сысоле до того, как стал Сыктывкаром? Да, ну я реку прочитал, а дальше... А дальше, а дальше, а дальше, ну, хоть и не знакомые. Насчет реки от подсказка была. Вопрос был главный такой. Как назывался город? Историческое, скажем так, название города Сыктывкара. Точнее, оно не историческое получается, но русское название. Русское. Потому что сейчас это уже название на коме. То же самое, только на коме. Да? Да. Алло. Человек Википедию читает. Да? Так долго? Вы не нашли еще пока? Нет. Нет пока. Хорошо. Давайте, вам не повезло. Отпускаем вас. Давайте отпустим этого слушателя. И все-таки давай мы... Все-таки слушаем наших гостей. Давайте послушаем наших гостей, а то в конце концов мы только наших слушателей слушаем. Ну что, кто у нас? Кто начнет? Кто начнет? Алексей. Начнет с бабой Пол. Да, Алексей. Алексей. Галина? Ну давай. Бывайте, Галина. Так, наши уважаемые звукооператоры, вы готовы? Готовы. Все отлично. Показывают большой палец. Отрывок из Арии Кармен. На русском языке я спою. На концерте я спою на французском, а здесь на русском. Да, ну и понятнее. О любви, как у пташки крылья, Ее нельзя никак поймать. Тщетны были бы все усилия, Но крыльев ей нам не связать. Все напрасно, Больбы и слезы, И красноречь и о томный вид. Безутешная на угрозы, Куда ей вздумалась лечит. Любовь, 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 плохо себя в наушниках слышать. Это понятно, конечно, это не сомнение. Это, конечно, не с таким голосом. Песню Галина и просыпается каждое утро. Почему? Потому что постоянно поет дома. То есть именно с утра, вместо будильника такого, да? Любовь, любовь. Распевается, наверное. Так, желающих есть? Есть желающие, хорошо. Еще раз, еще одна попытка. Здравствуйте. Алло. Нет. Заслушался слушатель. Ну, мы вам обещаем, мы разыграем эти билеты. Сейчас мы разберемся с нашими слушателями, почему они так долго не могут ответить на вопрос, как назывался город Сыктывкар. Как назывался город Сыктывкар до того, как стал Сыктывкаром. Добрый день. Алло. Алло, вы в прямом эфире? Добрый день. Хотел бы реабилитироваться. Ну, даем вам попытку эту. Да. Город сменил несколько имен. Усть-Сысола, Усть-Сысольск, Сыктывдин и Сыктывдин-Пом. И затем Сыктывкар. И затем Сыктывкар, да, да, да. Ну, это в любом случае все время город на реке Сысоль. Очень трудное название. Ничего трудного. Он назывался Усть-Сысольск, большую часть своей истории. Вы правильно ответили. Как вас зовут? Меня зовут Игорь. Игорь, да. Я уже вас начинаю узнавать по голосу. Да, да. Ну что ж, вы в конце концов совершили героический поступок и ответили правильно. И вы получаете билет на 3 марта на 18.00. Прекрасное место в портере. Два. Две персоны. Алло. Алло, вы нас слышите, Игорь? Я вас прекрасно слышу. Но дело в том, что у меня уже есть билеты на этот концерт. Не знаю, что вы пригласите друзей. Хорошо. Игорь, у меня к вам тогда просьба. Другой из пикта. Да, я прошу прощения. Оставьте, пожалуйста, ваш контактный телефон нашему продюсеру. Вы меня слышите сейчас? Алло, Игорь? Алло. Игорь, алло, алло, алло. Игорь, вы слышите нас? Так, ну не слышит. Давайте прервем часть. Он знает номер телефона. Не первый раз нам звонит. Мы спяжемся и решим этот вопрос. Но опять же, как приятно. Человек уже купил. Человек купил билет. Купил уже билет на этот концерт. Ну я думаю, что мы этим билетом и счастливим. У кого-то во втором части. У нас билеты в филармонию расходятся вообще практически сразу же. Мне приятно это слышать. Практически сразу же, как только мы начинаем разыгрывать, у нас наши слушатели выбирают. Ну что, у нас есть еще время-то, Анна? У нас есть еще три минуты. Три минутки. Мы Алексею дадим. Алексей. Баритона не хватает в этой студии. Отдадим три минуты Алексею. Ты что, успеешь? Ну что-нибудь из большой и тяжелой ареи, которая не войдет в концерт? Так, ну, моя одна из любимых ролей, это партия Григория Грязнова из оперы «Царской невесты» Римского-Корсакова. Сумма не идет, красавица, И рад бы забыть ее, Забыть-то силы нет. Напрасно думал с честью кончить дело, Напрасно засылал к отцу я сватов. Ну и так далее. Очень интересная долгая арея. Браво. 43 минуты. У нас остается полторы минуты. Мы сейчас будем потихонечку завершать первый час нашей программы. Я думаю, Анна, мы должны просто, во-первых, сейчас напомнить, что мы здесь, собственно, собрались. Андрей Борисович, Алексей Галина, вам слово приглашайте на воскресенье на концерт. Дорогие кировчане и гости столицы, мы все рады вас пригласить 3 марта в 18 часов в филармонию на открытие фестиваля «Авиатская весна». И нам очень почетно открывать этот фестиваль. Будем очень рады видеть вас в зрительном зале. Алексей? Алексей Солидарин. Алексей Солидарин, да. Я уже приглашал, что называется, но пользуясь случаем. Я, ну, поскольку мы все-таки говорим о международном музыкальном, конечно, мы открываем нашими гостями. И мне бы хотелось еще сегодня подчеркнуть, что между правительством Кировской области и правительством Коми Республики подписаны соглашения о сотрудничестве в разных направлениях. Так вот, направление культурных связей мы 3 числа будем реализовывать, скажем так. А музыкальный международный фестиваль, я напомню, что наши гости в рамках фестиваля приедут исполнители-музыканты из Канады, из Японии, из Италии, из Тайваня. Так что, мне кажется, программа достойная, программа интересная. Но вот мне часто говорят, вы такую планку подняли, тяжело. Тяжело. Но мы стараемся, чтобы фестиваль был интересен с каждым годом еще больше и больше. Поэтому мы стараемся. И мы с удовольствием будем рады всех вас видеть, уважаемые наши слушатели и зрители, на наших концертах. Пожалуйста, на сайт Вятской филармонии заходите, смотрите афиши, выбирайте для себя то, что вам по душе. Приходите, пожалуйста, в Вятскую филармонию, наслаждайтесь музыкой, наслаждайтесь весной. Благодарим наших гостей Андрея Скального, директора Вятской филармонии, Алексея и Галину Петровых, наших гостей, солистов Государственного театра оперы и балета Республики Коми, лауреатов всех и всевозможных премий. Спасибо огромное. Успешно вам выступить на нашей земле. Да, и чтобы у вас время осталось, еще наш город немножечко посмотреть. Обязательно. Если кто не видел. Да, первый час культ похода завершен, через 20 минут вернемся.